Всем привет, друзья! Продолжаю делиться с вами новостями о том, как происходит борьба против строительства химических заводов на Черном море. Но перед этим хочу поблагодарить каждого из вас, кто не остался равнодушным, кто помогал и продолжает помогать нам. После депутатской сессии, прошедшей 11 октября в Тамане, осталось больше вопросов, нежели ответов. Так какое же решение было принято депутатами? Как вы знаете, депутаты превратили открытую сессию в закрытую, приняв решение о судьбе Тамане за закрытыми дверями. Они инициировали создание инициативной группы из числа депутатов, которые и создадут референдум, но на уровне района. Конечно же, это никак не устраивает активистов. Почему же нельзя проводить референдум на районном уровне? Причин много, об этом я уже говорила в предыдущем видео. Активисты не хотят допускать проведение референдума на данном уровне. И единственный способ противодействовать сейчас этому решению, это спорить его через суд. Как вы знаете, организация «Чистая Тамань» собирала деньги. Так для чего же это было? Собранная сумма должна была пойти на проведение независимой экспертизы. Было собрано более 366 тысяч рублей от лица всех неравнодушных людей. На сегодняшний момент независимая экспертиза началась, и она уже выявила нарушения со стороны АТЭКО. Эксперты Центра охраны дикой природы при первичном изучении проекта оценки воздействия на окружающую среду комплекса заводов Тамани сделали ряд очень важных выводов. И главный вывод, что проект не может быть реализован. Во-первых, нужно понимать, что эти химические заводы станут крупнейшими в мире. АТЭКО заявила, что мощность намеченного завода это 15 тысяч тонн в сутки метанола и 7 тысяч аммиака. На данный момент в мире самый крупный завод с метанолом имеет мощность всего лишь 5400 тонн в сутки. А самый крупный завод аммиака имеет мощность 3500 тонн в сутки. Вы только представьте, какая опасность будет ожидать Черное море на небольшом Таманском полуострове. Мощность намечаемого завода метанола в 3 раза превышает крупнейшие на планете предприятия, а мощность завода аммиака в 2 раза. Так какие же нарушения нашли эксперты? Во-первых, АТЭКО рассчитала примерные выбросы и сбросы от заводов, взяв за пример другие проекты. То есть данные о технологии и объеме выбросов взяты из книги из интернета. К тому же расчет выбросов выполнен по методике 30-летней давности. Уже сейчас в Порт-Утамане работают терминалы нефтепродуктов, угля, растительных масел, строится терминал серы. Основными загрязняющими веществами Порт-Утаман являются пыль и нефтепродукты. К тому же у АТЭКО нет стационарного поста измерения концентрации загрязняющих веществ. Им просто невыгодны достоверные данные о состоянии атмосферного воздуха. Также АТЭКО отрицает вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, как на этапе строительства, так и при эксплуатации. Кстати говоря, при строительстве Чернобыля говорили то же самое. Хотя в нашем районе велик риск возникновения опасных природных явлений. Это и землетрясение, это и грязевой вулканизм, это и подтопление и затопление, это и оползни, и ураганы. Некоторые люди не понимают, почему доверять АТЭКО строить такие опасные предприятия на берегу моря нельзя. Мол, как у такой современной большой компании, как АТЭКО, может что-то пойти не так. Но вы, пожалуйста, держите в своей голове информацию о том, сколько раз в этом году происходили утечки в море, переворачивание вагонов с углем, выбросы угольной пыли. Так как после всего этого можно доверить строительство таких опасных предприятий на берегу моря тем, кто не хочет уже сейчас соблюдать нормы? Активисты утверждают, что уже сейчас АТЭКО функционирует с рядом нарушений. Та же перевалка серы, происходящая на площадке предприятия, происходит открытым путем, когда частицы пыльной серы разлетаются вокруг. Они оседают на землю, попадают в море, и экран, который построен в качестве защиты, его, кстати, показывали Путину, не спасает от этих бед. По всем нормам сера должна орошаться водой, чтобы этой пыли не было. Но кадры, снятые на производстве на этой неделе, показывают, что они не соблюдают данные технологии, просто экономя на этом. Активисткой Ольгой Пономаревой был получен ответ от АТЭКО, где компания сообщает о том, что сейчас перевалка серы производится в пробном режиме, а уже к концу года этот процесс будет проходить в закрытом режиме. АТЭКО утверждает, что данное решение было одобрено на общественных обсуждениях и получило положительное заключение государственной экологической экспертизы. По факту, когда надо сделать вид, что они беспокоятся об экологии, они делают, а в остальное время местные жители просто задыхаются. Самое интересное, как происходят замеры в воздухе на превышение нормы опасных веществ. Они проходят через несколько дней, когда уже нет никаких запахов. Либо же проверка происходит, когда ветер дует не от завода в сторону населенных пунктов, а наоборот, от населенных пунктов к заводу. Естественно, что при таких измерениях все будет хорошо. Мне вот, например, пришла вот такая вот отписка от Департамента промышленной политики Краснодарского края. Мол, что результаты экспертизы напрямую повлияют на принятие решения о дальнейшей реализации строительства химзаводов. На данный момент экспертиза запланирована на 4 квартал 2021 года. Что будет делать чистая томань? Когда независимая экспертиза будет проведена полностью, ее результаты будут направлены в государственную экспертизу, в которую компания АТЭКО также направила свой проект по строительству комплекса заводов. Государственная экспертиза на основании всех представленных документов должна будет принять решение, соответствует ли проект, представленный АТЭКО, законодательству и безопасности или нет. Без положительного заключения заводы строить нельзя. Максимально распространяйте эту информацию в своих социальных сетях и мессенджерах. Для вас это несложно, но поверьте, помощь от этого будет колоссальная. Ведь чем больше будет огласка, тем сложнее будет скрыть что-то от глаз народа. Всем спасибо, пока!